Привет, друзья! Сегодня на обзоре очень интересный гаджет, а именно портативная Bluetooth-колонка от TronSmart. TronSmart Element Force Plus. Во-первых, невысокая цена для подобных гаджетов, ведь бренды, которые давно на рынке, известные, стоят в 2, а то и 3 раза дороже. Во-вторых, пыль и влагозащита, что я, конечно же, проверю. Подключение по NFC и даже разъем для зарядки у него современный USB Type-C. Ну и, конечно же, звук. Он реально мне понравился. Есть, конечно, и нюансы, но обо всем без воды. Почти, ведь мы послушаем ее и в воде, и лаконично. Поехали! 60 долларов в среднем она стоит в украинских магазинах. На Алиэкспресс я нашел только более старшую версию данной колонки без приставки Plus. Хотя, по сути, они очень похожи. Ссылки будут в описании. Итак, пришла мне колонка вот в такой модной коробочке. Если ее распаковать, она даже на магнитах, можно увидеть, что транспортировка будет очень надежной. Колонка самостойкая, так еще и коробка такая же. Внутри сама колоночка, и я уже вижу сзади пассивный низкочастотный излучатель для басов. Проверим. В комплекте у нас инструкция, гарантия, AUX кабель, по которому ее можно подключить напрямую. И кабель USB Type-C для зарядки. И вот такой смешной шнурок, который вы можете использовать не для колонки, а для ваших кроссовок, если один из шнурков порвался. Забавно. Сама колонка сверху покрыта резиной. Резина плюс плотный пластик. Сетка у нас, конечно же, металл. Кнопки механические, как говорят, заподлицо. Сверху видим значок NFC, и это действительно удобно. Если у вас смартфон с NFC, как в моем случае, то я просто прикладываю его к данному значку и даю разрешение на сопряжение, если это впервые. И все, колонка играет. И наоборот, так же и отключаем. Не нужно лезть в Bluetooth и самому выключать. Если включенная колонка некоторое время не задействована, она отключается автоматически. Отдельно о кабеле Type-C. Не нужно целиться какой стороной вставлять для зарядки, это очень упрощает ее. Плюс у каждого сейчас есть зарядка от телефона. Подойдет любая, в том числе стандарт на сегодня 5 вольт 2 ампера. Заряжается довольно быстро, примерно за час 20-час 30. А хватает ее примерно на 10-12 часов, в зависимости от выбранного режима и громкости. В идеальных условиях заявлены целых 15 часов, что вряд ли получится выжать. Колонка имеет два динамика по 10 ватт, хотя заявлено два по 20 ватт. Я много информации перелопатил по этому поводу, ведь в предыдущей модели Element Force без приставки плюс динамики тоже заявлены по 20 ватт, а звучат колонки по громкости одинаково. И есть подозрение, что это одни и те же динамики по 10 ватт, просто с разной маркировкой. Хотя фирма заявляет о их запатентованной технологии Sound Plus, которая призвана даже на максимальной громкости убирать искажения и за счет конструкции с пассивным излучателем усиливать звук. Обратим внимание на кнопку AQ, это эквалайзер. Если индикатор не горит, это стандартные настройки, и именно они более всего приближены к реальному звучанию трека, к таковому, с которым его создавал автор. И вот прямо сейчас я беру свой конденсаторный микрофон и мы запишем звук колонки в сравнении с моей домашней акустикой. Правда, если хотите услышать что-то, нужно слушать в наушниках или из колонок. Записываю через хороший аудио интерфейс, но все же, вы должны понимать, что искажения все равно будут. Но я буду говорить о своих впечатлениях. Слушаем сначала из моих домашних довольно больших колонок. Теперь включаем нашу портативную колонку. Что я услышал? То, что маленькая колонка выдает чуть больше басов, немного подкрашивая звук ими. Вот и задний пассивный излучатель в деле. Я мог бы, конечно, на своих родных колонках добавить низких частот, но я выставил все посредине для достоверности. Также большие колонки выдают чуть более понятные высокие частоты. Тут и их расположение играет не последнюю роль. На максимальном звуке очень громко, особенно в помещении. Если один раз нажать кнопку эквалайзера, то у нас светодиод загорается зеленым цветом. Мы получаем режим 3D стерео. Именно в этом режиме колонка орет еще громче на пределе своих возможностей. Именно этот режим, по-моему, и имеют в виду производители, когда заявляют о 40 ваттах звука. К которым, скорее всего, колонка не имеет прямого отношения. И я не рекомендую слушать в этом режиме на полной громкости. Есть ощущение, что динамиком больно. Да и звук будет уже более далек от оригинального звучания трека. Если еще раз нажать, загорается белый индикатор. И применяется экстра бас режим. Где упор идет именно на басы. При этом высокие подрезаются. Мне наиболее понравился стандартный режим без применения эквалайзеров. Но во всяком случае, вы можете поэкспериментировать. Но, повторюсь, с 3D стерео на полной громкости я бы не баловался. Пробовал также слушать на улице. У меня стройка. И во время работы по кайфу послушать музычку. И не из телефона, а качественно через колоночку. Тут уже не так громко, как в доме, конечно. Ведь стены усиливают звук. Но все равно классно для фона. И на отдыхе в том числе. Испытал ее также на прочность. Но не специально, а случайно. Дело в том, что я поставил ее на подоконник на улице. И включил на полную громкость. А она незаметно потихонечку двигалась от басов к краю подоконника. И таки упала на асфальт с высоты полтора метра. Небольшие следы на корпусе остались. В месте, где у нас пластик. Там, где резина, все чисто. Но колонка после падения героически продолжила играть. Ну что же, она вся пыльная и грязная. Так почему бы ее не помыть? И заодно не проверить, как она с этим справится. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Достаточно долго она плавала и играла. И с ней все отлично. Главное не забыть закрыть заглушку разъемов. Просохла и звучит, как и ранее. В итоге колонка мне понравилась. Звука для ее размеров более чем достаточно. Само звучание тоже понравилось. Хорошее с плотными басами. Не как в дорогой и большой акустике, но все же. Реально можно спутать с большими колонками звук. Например, вот такие недорогие КПК значительно уступают по качеству звука. Лучший режим, на мой взгляд, это стандарт. Но это на мой вкус. Материал и сборка отличная. Такой себе угловатый кирпичик, приятный на ощупь. Не тяжелая. Чуть больше 600 грамм, потому на большой громкости может пританцовывать на столе. Нужно это учитывать. Падение выдержало, хоть и не противоударное. Классно, что есть NFC. Реально удобная фича. Поднес и телефон сам подключается к ней по Bluetooth. А также можно включать музыку с SD-карты. Правда, не знаю, кто этим будет пользоваться в наше время с телефонами под рукой. Подключить через AUX в машине, например, тоже есть возможность. Понравилось, что можно прямо в ванной устроить дискотеку при желании, не боясь убить ее влагой. И стройка с пылью ей тоже не стала помехой. Да, есть доля маркетинга. По батарее, по заявленной мощности. Но я испытал ее в разных условиях и доволен. Так что за свои деньги, по-моему, зачет. С вами был Андрей, канал Smart Plus. Подписывайтесь, если жить не можете без современных гаджетов. Всем пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok